Добрый день, это первый эпизод программы Nameless, это так же назывался, так же называли герои JetBlue в фильме Герой, но пока наша программа названия нет, но это первый эпизод экспериментальный, надеюсь, что будет известный, потом она будет появляться, мы только что вернулись в учебе Арасан, и думаю, что наш заряженный этим кислородом, азоном, который есть в горах, надеюсь, что эпизод будет энергичным и вдохновляющим, меня зовут Арман Сульвенов, я должен сказать о начале, меня зовут Жаната Булкасыр, Халказар, известный как Халказар, один из самых, скажем, наверное, чем занимается, директор компании C2Sky, руководитель проекта Talport. KZ, PMX KZ, активный пользователь Твиттер Казахстане, полуактивный на Твиттере Собачьи Халказар. Да, меня зовут, ну, я Арман, современно.ком сайт, ну, давайте начнем, такая у нас, такой план на передачу, мы сегодня обсудим топ-3 книги, которые мы прочитали за последние месяцы, и которые рекомендуем нашим зрителям. Просто будем рекомендовать 3 сайта, 3 человека, которые следуют следить, также обсудим какие-нибудь новости, интересные планы на лето и так далее. Ну что ж, начнем, ну, начнем, наверное, с книг, так, ну, я, наверное, начну, раз я, как бы, сам вызвался. Ну, у меня, не без, не без повод, не без подсказок, я не выступаю. Ну, так, топ-3 книги, я вот последние 3 месяца прочитал. Первая книга, я думаю, действительно, это 4-Hour Workweek, книга называется, полное название 4-Hour Workweek, Escape Working from 9 to 5, Live Anywhere and Join the New Reach. Это книга в русском издании, по-моему, есть, издание, по-моему, 2008-м годов. Может быть, может быть. Ну, автор Тим Феррис, очень интересный человек, человек, который смог, то есть, зарабатывая там 40 тысяч долларов в год, работая 8 часов в неделю, он перешел к заработку 40 тысяч долларов в месяц, работая 4 часа в неделю. И, то есть, человек работает 2 часа, то есть, скажем, 2 месяца, затем 1 месяц отдыхает, что он подразумевает под отдыхом, путешествует по странам, изучает новые языки. То есть, человек экспериментирует в жизни, получает от нее все. Прекрасная книга, то есть, он его сейчас называет «Индианой Джонс цифрового мира». Это книга о том, как жить больше, работая и меньше, как, то есть, он действительно задает вопрос, стоит ли вот работать, там, скажем, 40-50 лет, чтобы когда-нибудь в будущем, в далеком будущем жить, там, на пенсии, там, отдыхать 30 лет. Почему не делать это в отдыхе прямо сейчас? Это называет он «Мини-ретайментс», то есть, вы берете мини-отпуск, каждый... Ну, книга прекрасная, и автор тем хорош, то, что он сам показывает, как его идеи можно реализовать. И у книги есть сайт forourworkwith.com. Очень рекомендую. Ну, вторая книга – это «Реворк». Книга, написанная Джейсоном Фрайдом и Дэвином Хайнером Энхансом. Кстати, последняя – это автор фреймворка «Рубиан Рейлс». Оба возглавляют компанию «Семь сигналов». В Чехаге находится компания. Книга о чем? Книга о том, как то же самое, то есть, минимум усилий, максимум результатов. Минимализм. Зачем создавать свой новый производ, зачем создавать новый Google, почему не найти свою нишу, почему не реализовать себя одни. Книга советует перед каждой новой встречей, которую вы производите, перед тем, как нанять нового сотрудника, всегда спрашивают, нужно ли это. Вы просто расширяете или действительно увеличиваете сколько… Книга читается буквально на одном дыхании, прочитал ее за 3 часа, супер классичная. Это ода минимализма, ода новым методом ведения бизнеса. И третья книга, наверное, я не буду вас… Это «Switch, how to change things when it changes heart» Это «Switch, how to change things when it changes heart» Это «Switch, how to change things when it changes heart» Я не знаю, как в русском варианте она звучит, но по-новому звучит «Switch, how to change things when it changes heart» Потому что эмоциональная часть говорит, а, то есть эмоциональная часть говорит, нужно вставать, пора на работу, а эмоциональная часть говорит, почему вы еще не полежать много, понежутся в поселье, когда понежутся в поселье. И, то есть, книга показывает примеры, как действительно сложные изменения происходили. Мне вот сам понравился идея о том, что нужно уменьшать цель. Часто я говорю, что нужно поднимать планку, но иногда планку нужно опускать, например, сказать, говорить, почему трудно убирать на квартире, да? То есть сам по себе пулесосить – это ничего негативных никаких чувств нет, то есть подметать, ну, по крайней мере, у меня. Подметать – тоже негативно. Ну, почему-то, в общем, когда мы думаем об уборке, мы думаем о чем-то негативном. А почему это так? Потому что само по себе совокупности – это, наверное, идея большой. А если мы скажем вот так. Я дам себе всего 5 минут на уборку в самой грязной комнате. Поставлю будильник на 5 минут. Когда 5 минут завершатся, я теперь сам его убираю. Все. Не сложно? Мозг работать сразу будет. Пять минут. Еще сложно. Да, нам большой. Ты закончишь потом? Так. Так, мне нужно опять… Так, надо немножко остановиться, как делали заказ. А что я говорил-то? Про уборку. А, уборку. Действительно, вот окажется, все… Главная проблема – это начать. Когда мы говорим всего 5 минут, уменьшаем цель, локализуем эту глобальную цель. Так легче, на самом деле, работать и получается, что можно уменьшать собственные цели до маленьких ходаний и пытаться их выполнять. Ну, на этом все. На этом все. Это из всех третий, которые я за последний назад принесал. Думаю, будет интересно. Так. Ну, что сейчас обсудим? Три сайта или три человека? Можем изучать, в принципе, наверное, с трех сайтов. Ну, хорошо. Три сайта или я тебе перерываю? Так. Три сайта, которые мне очень интересны. Значит, первый – это, наверное, сайт, он называется D61.com. В принципе, можно попробовать. А, это все-таки не помню. Ну, нет, это не помню. Да. В общем, D61.com – это сайт, который перевернул полностью моё представление о том, как можно формировать контент и как можно его предоставлять пользоваться. Сайт посвящен музыке. Это команды, группы, которые, так скажем, ещё подписали там крупные компания с крупными лейблами, но вот при этом уже довольно успешно рассказали свою музыку, записываются. Собственно, построен очень интересный сайт. Во-первых, визуально совершенно отличается от того, что мы видим в обыденной, так сказать, в обыденной либе. В мире, да, всё строится на фотографиях и на музыке, на расстоянии двух вот этих вот, просто визуально и слух. Собственно, ну и просто очень интересная много музыки новой, свежей, которую стоит послушать. Ну, по-моему, она с твиттером связана, потому что я видел какая-то там… Да, я могу просто, если мне нравятся песни, я могу, есть определённый уровень пользователей, и что придём в кресле пунктов, который зарабатывает, и что ты делаешь в обыденной песне. Если мне тебе нравится, ты можешь заширить её на твиттере, в фейсболке, чтобы люди могли услышать его. Я бы назвал, наверное, очень интересный сайт, есть очень интересный блог стартапов на ночь. Это просто очень мне нравится, это TechCrunch.com. TechCrunch пишет в формате блогов о стартапах, о компаниях, именно в салтоновой долине и, собственно, в IT-сфере, связанной с этим. Основатель, там, Майкл Арингтон, очень интересный человек. Венджер инвестор, в том же каком? Он тоже в сирене. Ну, вот он начал… Вообще была очень интересная история про Арингтона. То, что компании поняли, что если ты засветишься на TechCrunch.com, то к тебе уже будет отношение совершенно другое у инвесторов, да, у венчеров капиталистов. И была история, что его посетитель просто его киднап, там, заперен в какой-то квартире, и он… И все, что от него требовали, это чтобы он написал на TechCrunch о их стартапе. Так, нам не нужны деньги, просто напиши о нашем проекте у себя на блоге. Вот, это очень интересно. И они также проводят очень хорошие конференции ежегодно. Я надеюсь, мы, может быть, тогда к негативу попадем. Собственно, да, это у вас второе сайт довольно интересное, которое я часто ощущаю. Ну, как ты еще один, да? Ну, можно в одно-двух ограничить. Нет, в принципе, я думаю, еще можно назвать, так скажем, если смотреть, у меня есть сайт, который перестарает свой контент, да, не на сервисе. Можно было бы говорить про сервис, там, про Dropbox, про Adonaut. Да. Я думаю, что это немножко другое. Ну, как ищу из сайтов. Ну, может, как сайт, сайт сервиса тоже пойдет по-моему. Нет, я, в принципе, могу сказать, что есть очень интересный сайт, у нас сайт олдтоп.com. Олдтоп.com. Да, вот как раз, я как сказал про Гая Каласаде, это тоже один из стартапов, в котором организовывается. Все, что они делают, они просто находят самый интересный контент, моего, по их мнению. Потому что контента сейчас генерится очень много. Миллиона межедневно. И они, конечно, из своего брата создаются, выбраны пильков и праздник трубы все не нужно, и только топовый контент по всей тематике они укладывают. Собственно, то же самое, они, например, там, можно укладывать в твитере, где там они укладывают все эти почты. Вот, собственно говоря, получается, L61.com. Олдтоп.com. 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 Спасибо. Заказ. Томата ты есть. Да, специально нашему другу томата будет прием. Идея действительно мощная, то есть информации очень много, нужно ее отсекать. Идея про скульпторе, который я даже буквально беседе с тобой упоминал. И скульптор не занимается накладыванием глыб каменных глыб на друга, он, наоборот, занимается течением всего не нужно, чтобы осталось действительно самое главное. И это делает его скульптура очень цельной. Ну и теперь я на сайте назову. Первый сайт это smart.fm. Это... Да, чуть-чуть потише. Слышно, наверное, меня? Слышно. Smart.fm. Это учебная платформа. В первую очередь создана компания, основанная компания для изучения японского языка. Ну, поэтому я на эту программу... Ну, на этот сайт я пришел, поэтому я его использую. С чем это как раз? Она позволяет создавать учебные расписания, которые адаптируются к твоим медиуальным способностям, твоим медиуальным способностям, твоей памяти для того, чтобы увеличить воспринимаемость, увеличить количество, наверное, слов в первую очередь. Я вот на тюрьме сейчас за мной включил. По 2000 наиболее часто используемые прописки салфетки. Ну, это очень полезно для меня, но это нужно использовать это не только для этого, но там нужно изучать, скажем, все 50 штат от Америки буквально, за 2-3 раза использовать этот сайт. Ну, тут получишь, там, ну, не знаю, там, денежные месяцы, что-то есть, ну, какая-то... такая вот информация инско-мерическая. и программа, то есть, вот сайт, позволяет очень легко это делать. Ну, кстати, вот, студенты, я думаю, будут смотреть. Кстати, если готовитесь к сайте, G.I.Rators, там, 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 вот, там, вот специфические слова, там, около двух петель. Смартный солнечный, прекрасный формам, запутки, много искусственных словах. Так, ну, второй сайт, наверное, я назову это, thisweekend.com, это сайт, который появился, полгода назад. В первую очередь, это целая, как бы, целая коллекция различных передач, thisweekend, 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 venture capital, и так далее. То есть, я первую очередь смотрю, thisweekend, стартап, длится всего 1-2 часа. А, Чарль, ты, кстати, так и не смотрел, это уже классный кризис. Да, да, очень классная передача. Великетная справка. Великетная справка. Ура! Ура!